Все важные новости, актуальные события недели обсудим с советником, руководителем Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком. Михаил, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, давайте начнем с Авдеевки. Как вы оцениваете решение высшего командования вывести войска из города? Ну и в этом контексте хотелось бы услышать ваше мнение относительно слов президента в адрес наших партнеров, что удерживание Украины в искусственном дефиците вооружения, в частности артиллерии и средств дальнего поражения, позволяет Путину адаптироваться к интенсивным боевым действиям. Любое решение, с учетом того, что война это нелинейное событие, там много разных как бы вводных, которые меняют диспозиции в конкретный момент, оно является объективным. Если военное командование принимает решение, исходя из оценки оперативной ситуации, отойти для того, чтобы люди не попали в окружение, или улучшить свои тактические позиции с точки зрения введения последующей обороны и так далее, эти решения оправданы. И в любом случае, конечно же, лучше, наверное, если это будут комментировать, детально комментировать сами военные, почему то или иное решение они принимают. И опять же, они вправе принимать то или иное решение, учитывая интенсивность, объем, масштаб войны как таковой. И я бы, честно говоря, знаете, вот если уже с политической точки зрения смотрел, я бы не оценивал это, вот Авдеевка или там Бахмут или что-то другое. Все это факты войны, не более того, и буду делать отсылку к словам и господина Сыльского, и господина Умерова о том, что понятно, Авдеевку надо будет возвращать точно так же, как любой другой населенный пункт Украины, независимо от того, что Россия на самом деле не захватывает населенные пункты. Давайте не забывать это. Россия на самом деле уничтожает населенные пункты, и когда там полностью все разрушено, когда нету естественных возможностей проводить оборонительные действия, то, конечно же, Россия туда может зайти. Но это все временное явление. Теперь, что касается искусственного дефицита, в котором находится сегодня Украина, и о чем говорит президент Зеленский, он абсолютно прав, здесь нету ни малейшего сомнения, сами партнеры это тоже прекрасно понимают, они четко понимают, что у Украины существенный дефицит снаряда, то есть артиллерия как была не в паритете, так и остается не в паритете. На сегодняшний день количество выстрелов России по отношению к Украине 10 к 1. Ну, то есть, учитывая то, что северокорейский снаряд активно теперь поступает на поле боя, то понятно, что Россия не испытывает дефицита в артиллерии, в отличие от Украины. Скомпенсировать это, например, FPV-дронами можно, но, опять же, производство дронов нужно существенно наращивать, а это, опять же, инвестиции, в том числе совместные инвестиции, которые, опять же, несколько тормозятся, потому что очень много бюрократии, которые нужно преодолевать, что, собственно, президент сегодня в рамках своих визитов в Германию, Францию и на Мюнхенскую безопасностную конференцию, конечно же, пытается, опять же, делать. Так вот, нашим партнерам нужно осознать, а это тяжело им дается, насколько я понимаю, ни в хорошем, ни в плохом смысле я об этом говорю, о том, что одно дело говорить слова, а другое дело в 21 веке зависеть, слишком зависеть от бюрократии как таковой. Ну, то есть, на самом деле, война здесь и сейчас. И снаряд нужен завтра, вчера и сегодня. То есть, снаряд не нужен через год, через два, вернее, нужен, но через год и через два ситуация может быть критичной. И, соответственно, Авдеевка показывает, что если у тебя нету хотя бы более-менее понятного паритета в том или ином виде оружия, а Россия при этом атакует количественно, то есть Россия сейчас не скрывает, что она делает. Она не говорит о том, что у нее есть какое-то супероружие, которым она там будет креативно воевать. Нет. Она просто берет мобилизованных и отправляет волнами. Одна, вторая, третья. Сколько бы ты их не уничтожил, они будут продолжать идти. Но вопрос в том, что у тебя в какой-то момент прекращается вот этот ресурс, которым ты можешь атаковать. Ну, то есть, грубо говоря, если у вас не будет хватать ресурсов в конкретный момент, то просто физически вы не сможете сдерживать толпы людей, которые не жалеют свою жизнь. Поэтому я бы сделал три вывода с того, что сегодня происходит вокруг Авдеевки. Первый. Эффективная оборона, которая продолжалась с октября 2023-го, чрезвычайно четко показывала разницу в боевых действиях между Украиной, то есть еще раз ее подчеркнула между Украиной и Россией. Россия воюет количественно, Украина воюет все-таки креативно, пытаясь компенсировать дефицит ресурса какими-то другими решениями технологическими. Второе. Вы не можете в такой интенсивной войне полагаться на дефицитное состояние ресурсов, например, на отсутствие авиационного компонента. Почему? Потому что Россия, опять же, частично изменив тактику, она использует большое, просто огромное количество управляемых авиационных бомб, так называемых ФАБов, да, она больше трех тысяч, ну, две, две с половиной, три тысячи в месяц их используют, в основном по линии фронта. То есть она практически засыпает линию фронта и, соответственно, это дает ей определенные преимущества. Для того, чтобы этого преимущества не было, и тогда ситуация не только на Авдеевском, но и на любом другом направлении будет выглядеть по-другому. Но нужно, опять же, максимально быстро решать две задачи – артиллерия плюс дроны и авиация плюс системы противоракетной обороны. Ну, наконец, третий, очень важный фактор. Еще раз, Российская Федерация может существовать в путинском призыве, может существовать только в состоянии войны. И, соответственно, договориться с ней невозможно. Для того, чтобы это осознать, нужно внимательно посмотреть на те кадры, которые сегодня демонстрируются из Авдеевки. Кстати, в продолжении этой темы вы уже упомянули Мюнхенскую конференцию по безопасности. Там понятно, что это все тоже не без внимания остается. На ваш взгляд, что стоит выделить из того мероприятия, которое прошло в Мюнхене, возможно, на какие-то заявления, месседжи обратили внимание? Можно ли говорить, что все больше мир сейчас осознает вот эту агрессивность политики Кремля, причем не как что-то такое далекое где-то там в Восточной Европе, а реальное, которое уже касается всех? Мир все осознает. Я имею в виду демократическая часть мира все осознает и, конечно же, понимает все риски, которые генерит Россия. Но если говорить о главном, что я вижу сегодня на Мюнхенской безопасности конференции, только не забываем, что это дискуссионная площадка, а не площадка, на которой принимаются те или иные необходимые сегодня логистические решения. Но, тем не менее, дискуссионная площадка крайне важна, потому что она формирует представление политических элит о том, как будет дальше развиваться ситуация. Так вот, главное, месседжей их много, Украина в центре внимания, это хорошо, потому что Украина опять возвращается на первые полосы газет, Украина опять становится главным ньюсмейкером, Россия становится главным ньюсмейкером. Как раз-таки накануне того, что обсуждалось на Мюнхенской безопасности конференции, Путин показал, что он вообще и внутренний рынок будет заливать кровью, убивая своих альтернативы или своих оппонентов, таких как Навальный тот же и так далее. Но вот главный, на мой взгляд, единственный главный, вообще я бы сказал, это доминантный месседж, который и в Мюнхене прозвучал, и который является доминантным для этого политического сезона. Его озвучил президент Украины, и он сказал очень просто. Скажите, пожалуйста, почему Путин до сих пор имеет ресурсы для ведения такой масштабной войны? Это фундаментальная, главная вещь, вопрос, на который нужно действительно всем справедливо ответить. Почему он имеет доступ к ресурсам, к финансовым ресурсам? Почему он имеет возможность получать доходы от европейских компаний? Почему он имеет возможность обходить санкции? Почему он имеет возможность наращивать ракетное производство? Почему он имеет возможность закупать или просто забирать снаряды в Иране, в Северной Корее и так далее? Почему все это возможно до сих пор? А главное, почему европейские компании продолжают демонстративно работать на российском рынке. Это действительно вызывает очень много вопросов, потому что Россия четко показала, что у нее нет никакой другой экономики, кроме милитарной. Все деньги, все ресурсы, в том числе частные ресурсы, постепенно переводятся на милитарную основу. То есть они будут служить только одной цели – экспансия, убийство, насилие. И вот этот вопрос главный. Потому что вопрос сегодня не в Украине, не в ресурсах Украины. Это все понятно. Мы с вами только что разбирали, что такое паритетность, что такое математика. К сожалению, математикой не владеют до сих пор, как мы понимаем, многие. Но тем не менее, вопрос не в Украине и не в готовности или не в готовности что-то делать Украина. Украина как раз-таки демонстрирует стопроцентную готовность в этой войне поставить справедливую финальную точку. Вопрос именно в этом вопросе, я прошу прощения. Конкретно, почему Путин до сих пор имеет объемные ресурсы для продолжения экспансии, несмотря на двухлетнюю войну. Почему он имеет возможность, или его представители, приезжать на международные площадки. Почему он имеет возможность использовать дипломатические инструменты для давления на общественное, мировое общественное мнение. Почему он может использовать информационные возможности в разных странах. Почему российские медиа до сих пор имеют возможность работать в странах глобального юга. Почему Путин постоянно использует площадку Совета Безопасности ООН для промоции войны. Для того, чтобы оправдать максимально геноцидный тип ведения войны в Украине. Вот вопрос, который требует обязательного ответа. Не просто похлопали и сказали, да, мы услышали, это понятно. Нет, на этот вопрос придется отвечать. Иначе есть два способа ответа. Первый. Объективно сегодня ответили и насытили Украиной необходимым инструментом для эффективного уничтожения. Еще большего, еще более быстрого уничтожения российской живой силы и техники. Либо сами потом будете инвестировать деньги в свои вооруженные силы, чтобы они пытались максимально быстро. Пока немногие территории будут оккупированы других стран. И где не будет настолько масштабным насилием, пока Россия не успеет развернуть там главную свою концепцию. Концепцию русского мира. Концепцию, которая предопределяет насилие, убийство, сжигание, пыточные и так далее. Вот либо-либо. Либо сегодня насыщаем все, что нужно Украину. И наоборот. И ссушаем Россию, то есть лишаем ее возможности получать где-либо какие-либо ресурсы. Либо завтра сами делаем это, воюя с Российской Федерацией. Вот два варианта развития. Почему два? Нету никаких других компромиссных вариантов. Любая замороженная война, любые замороженные конфликты с Российской Федерацией, которая может существовать, как я сказал, только в состоянии войны, будет означать, что наоборот Россия будет накапливать ресурс, вносить, делать работу над ошибками, вносить изменения в стратегию, вносить изменения в тактику и атаковать, атаковать, атаковать. Да, Мюнхенская конференция это все-таки площадка больше для диалога, но хотя действительно не будем недооценивать роль в мюнхенских конференциях мировой истории. Если говорить действительно о насыщении ресурсами, это решалось на совершенно другом заседании, формат Рамштайн опять же прошел на текущей неделе. Каковы там результаты, поддержка Украины от партнеров, на каком она уровне будет и какие оттуда новости? Давайте чуть иначе ставить уже акценты. На самом деле на сегодняшний день вопрос ресурсного обеспечения Украины решается немножко в других форматах. Это так называемые гарантии безопасности. Двухсторонние договора с разными странами, где юридически прописано три вещи. Первое. Объем помощи в финансовом измерении. Второе. Количество оружия, которое это конкретного оружия, которое вот эта конкретная страна может поставить Украине и сроки поставки. То есть юридическая фиксация конкретики. Это первое. Второе. Что касается самого Рамштайна. На Рамштайне обсуждается текущее состояние линии фронта и текущие потребности Украины. Но до какого-то момента Рамштайн это было, скажем так, добровольное объединение стран, которые исходили из добровольной возможности дать какой-то ресурс, который у них в какой-то момент есть. Не всегда это учитывало состояние дел по линии фронта. Мне кажется, что на сегодняшний день Рамштайн выглядит несколько иначе. Там есть более глубокая аналитика того, что происходит по линии фронта. Есть понимание, что на данном этапе войны, на Рамштайне, я про Рамштайн сейчас говорю, что на данном этапе войны Украине необходимо максимально усилить системы противоракетной обороны и противовоздушной обороны, в том числе в прифронтовой зоне. Опять же, возвращаемся к КАБам. Ну, вернее, к управляемым авиационным бомбам. Второе. Нужно решить все-таки вопрос максимально быстро и максимально эффективно с авиационным доминированием России в воздухе. Опять же, над линией фронта. То есть, нужно убрать доминирование штурмовых вертолетов и тактической авиации на прифронтовой зоне. Третье. Дроны. Есть коалиция международная дроновая. Дроны есть производство в Украине, есть производство в других странах. Дроны разнообразные. Есть дальнего действия дроны. Масштабные дроны, которые могут существенно уничтожать российскую военную инфраструктуру, где бы она ни находилась, на каком бы расстоянии от линии фронта она ни находилась. Есть дроны, которые могут частично компенсировать по линии фронта дефицит артиллерии. Вот дроновая коалиция, где Латвия как раз-таки играет ведущую роль. Это то, что на Рамштайне активно обсуждалось. Кроме этого, все-таки еще раз повторно обсуждалось необходимость решить проблему с дальнобойными возможностями Украины. То есть это имеется в виду, прежде всего, ракеты с дальностью 100, 200, 300, 500 километров. Неважно. Почему? Логистика, она до сих пор не разрушена. В этом и есть проблема этой войны. Она чрезвычайно интенсивна. И для того, чтобы вот такую интенсивность, как мы видим на Адеевском направлении, поддерживать Россию, нужно подвозить гигантские объемы ресурса и резерва. Это можно уничтожить на дальнем подступе, если у вас будет соответствующий объем соответствующих инструментов. Дальнобойная ракета. А это увеличенное производство, дополнители инвестиции и, соответственно, совместное производство. И, соответственно, поставки в Украину. Ну и, наконец, четвертый базовый вопрос – это артиллерийские снаряды. То есть 155-й калибр, ну или старый советский 152-122, в том числе мины 120-е. Ну то есть основные тяжелые калибры, которые в этой войне играют главенствующую роль. Вот эти вопросы на Рамштайне обсуждаются уже не просто абстрактно. Да, мы можем что-то, вот у нас есть какая-то помощь, мы вам дадим. Нет, обсуждается, что вот эти главные приоритеты, на них должно быть сосредоточено внимание и ресурсные, финансовые, прежде всего, возможности стран-партнеров. Подписание соглашения о гарантиях безопасности, о чем вы упомянули, с Германией и Францией. На что здесь в этом вопросе, прежде всего, стоит обратить внимание и оценить этот процесс с точки зрения статуса вот этих стран, Германии и Франции, их веса в мире? И вот могут ли эти соглашения стать в дальнейшем некими гарантиями доверия Киеву, то есть упростят формальности в процессе его вступления в НАТО? Это более объемный вопрос. Я думаю, содержательную часть, что в документах конкретно прописано, уже неоднократно вы обсуждали. Давайте немножко иначе на это все посмотрим. На самом деле гарантии безопасности, они подчеркивают несколько символических, важных для нас и для Европы вещей. Первое. Украина неотъемлемая часть Европы. И в любом случае, она уже совершенно иначе воспринимается внутри Европы. И, соответственно, для России вот эта ключевая цель войны, в том числе, одна из базовых, кроме уничтожения украинской государственности и геноцида украинского населения, еще одна задача была полностью лишить субъектности, ну, понятно, если вы уничтожаете государство, субъектности, суверенности полноценной Украины не будет. То есть она не может присоединиться к каким-то альянсам, блокам и так далее. Так вот, подписание этих гарантий безопасности, как переходных этапов до вступления Украины в Евросоюз, в НАТО, ну, в зависимости от того, экономика, это военные союзы и так далее, это как раз-таки четко фиксирует, в том числе в сознании самой России, если она сохранится в сознании после окончания этой войны, что Украина не является большей территорией, которая так или иначе подлежит влиянию Российской Федерации, что, к сожалению, после распада СССР в течение 30 лет культивировалась самой Россией, в том числе на европейских рынках. То есть европейцам Россия говорила, смотрите, вот постсоветские страны, такие как Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Казахстан и так далее, это все те страны, которые подлежат, скажем так, где мы должны доминировать и где мы должны иметь доминантное влияние. Вот сейчас очень четко понятно, Украина больше и близко не находится в какой-либо сфере, которая так или иначе связана с Россией. То есть это неотъемлемая часть Европы, еще раз говорю об этом. Вторая часть символическая, очень важно, Европа переформатируется, она ведет себя совершенно иначе, она берет на себя ответственность. На сегодняшний день мы видим уже три ключевые базовые страны Европы, Великобритания, Германия и Франция. Они четко заявляют, мы лидеры, мы понимаем все риски, мы понимаем ту ответственность, которую мы несем за общее будущее Европы. Мы понимаем, что нужно делать с точки зрения усиления безопасностного каркаса. Мы подписываем с Украиной, со страной, которая сегодня этот каркас заново начинает формировать, позволяя нам получить базис, на базе которого потом и будет сформирован новый безопасностный каркас для общей Европы. Мы подписываем с ним фундаментальные договора, исторические договора, которые точно привязывают к нам Украину, а нас к Украине. Это второе. И третье, очень важное, эти страны четко говорят, не просто мы там что-то обещаем в устном формате, Будапештский меморандум вам обещаем. Нет, они говорят конкретно, смотрите, мы понимаем стоимость войны сегодня, она такая. Мы понимаем, какие инструменты должны быть доминантными. Мы понимаем, что у нас всех этих инструментов нету, потому что мы не инвестировали в свои военные производства, надеялись, что у нас есть качественный партнер, который всегда даст нам необходимый объем инструментов. Но мы теперь понимаем, что должны прежде всего сами на себя обращать внимание, инвестировать в эти производства. С кем мы это будем делать? С Украиной. Почему? У Украины самый выдающийся, я прошу прощения за это слово, опыт участия и использования конкретных военных инструментов в конкретной масштабной войне. Михаил, ну и несколько слов, конечно же, про убийство Навального, думаю, стоит сказать в нашем эфире. Но вообще, разве ожидал кто-то другого какого-то исхода? Такой ответ, в частности, приводят анонимные собеседники издания «Медуза» в Кремле. Вот, помятуя о других политических тоже убийствах, это Политковская, это Литвиненко, это Немцов, многие другие. Насколько тут была предсказуема судьба оппозиционера Навального в тех условиях путинского режима, которые сейчас сложились на территории Российской Федерации? Вы задаете идеально правильный вопрос. Смотрите, нес ли Путин ответственность за убийство госпожи Анны Политковской или господина Бориса Немцова? Нес ли он за это ответственность? Нет. Так почему бы ему не использовать, не продолжать, эстемировав, допустим, десятки полхлебников и так далее, десятки фамилий убитых людей? Десятки. Ну и, соответственно, Путин всегда не нес ответственность. Так почему он должен был бы не совершить такого же типа убийства? А я считаю, что гибель Навального это безусловное убийство, в котором был заинтересован только один человек. Ну, я не беру там его окружение, только один человек Путин. Так почему ему нельзя это сделать? Особенно на фоне максимально геноцидной войны в Украине. Какие есть запретительные табу для Путина сегодня? Он кичится своей безнаказанностью, он кичится тем, что вы мне ничего не сделаете. Вот смотрите, я убиваю украинцев массово, я убиваю Навального демонстративно, я заливаю кровью разные страны, я угрожаю другим странам, я финансирую террористические операции, финансирую кибертерроризм, финансирую информационные провокации везде. Я финансирую частично войну на Ближнем Востоке, я накручиваю агрессию, возможную агрессию в Тихоокеанском регионе, Индо-Тихоокеанском регионе, Северной Кореи и так далее и тому подобное. Какая должна была быть причина, чтобы остановили Путина перед убийством Навального? Более того, Путин убивает своих, Пригожин и так далее. Поэтому для меня очевидно, здесь несколько базовых вещей. Первый, Навальный это была реальная альтернатива Путину, харизматичный, пассионарный человек. И его судьба была предопределена, потому что на его фоне Путин действительно смотрелся никчемно. Второе, Путин не имеет сдерживающих факторов. И на сегодняшний день он считает наоборот, чем более он будет агрессивен, чем более он будет демонстративно кровожаден, тем больше его будут опять бояться и идти ему на уступки. И, наконец, третье, очень важно. Российская оппозиция, часть которой в эмиграции, она искренне считала, что можно будет бескровно свергнуть Путина. Она искренне считала, что Путин будет придерживаться каких-то правил. У них будут выборы в 2024 году, 17 марта. На этих выборах будет действительно конкурентная борьба. Они на полном серьезе. Вы понимаете, состояние психики, я бы сказал, инфантильность этих людей, они абсолютно неадекватно оценивают то, что сегодня происходит в России. Россия полностью перестроилась в формат такого неосталинизма с диктаторским вертикалью управления. И, соответственно, кровь для России сегодня является естественным способом устранения или регуляции конкурентности на внешних или на внутренних рынках. И, соответственно, для того, чтобы Россию изнутри перестроить, им придется идти на кровавую революцию. Они к этому не готовы. Или Россию можно перестроить извне, но для этого Украина должна иметь все необходимые ресурсы, нанести существенные тактические военные поражения России. И только этот или другой вариант, кровавая революция или тактические поражения России по линии фронта, все это обрушит. Все остальное – это полная наивность. – Михаил, у нас не так много времени остается, но все-таки последний вопрос по поводу американской помощи Украине. Палата представителей ушла на каникулы до конца февраля. Решение по пакету помощи не принято. Ваше мнение по поводу развития событий и, в частности, роль во всем этом процессе Трампа, в частности, относительно его заявления, что, мол, он не против пакета помощи, но в кредит? – Заявления не нужно оценивать. У них начало очень жесткой избирательной кампании, будут разные заявления, часто противоречивые. Спокойно к этому относимся. Любая демократическая страна построена на внутренних дискуссиях, иногда они нам могут не нравиться с вами. Это первое. Второе, о чем я сожалею, что внутренняя повестка Соединенных Штатов стала доминантной и внешняя повестка теперь зависит от этого. Это неправильно, потому что есть третий пункт. Соединенные Штаты очень много вкладывались в репутацию страны как глобального лидера. Страны, которая определяет правила поведения. Страны, которая гарантирует определенное будущее. Страны, которая гарантирует, что международное право так или иначе, но все-таки работает. Сейчас, когда вы не хотите обращать внимание на то, что делает Россия, вы готовы обнулить свою репутацию глобального лидера. Ну, потому что это будет странно. 61 миллиард – зависимость войны от России, где Россия должна проиграть. Или, если этой помощи нет, Россия должна выиграть, и тогда Россия поставит по-другому вопрос. Подождите, почему вы считаете, что Соединенные Штаты глобальный лидер? Вот и все. Мне бы хотелось, чтобы они вот это, а насколько я понимаю, они это понимают, но просто еще раз подчеркиваю, все-таки являются заложниками своей внутренней повестки. Но давайте еще раз спокойно относиться к дискуссии. Подождем некоторое время. Я думаю, что и Палата представителей вслед за Сенатом, Конгресса Соединенных Штатов проголосует за внешнеэкономический пакет помощи, военный пакет помощи, прежде всего, Израилю, Тайваню и, конечно же, Украине. Почему, конечно же, Украине? На мой взгляд, Украина сегодня – это страна, на территории которой идет ключевая, определяющая война для будущего современной цивилизации. Либо у этого будущего будут правила, ограничения и четкое понимание, как страны должны себя вести на глобальном рынке. Либо в этом будущем будут постоянные войны, максимальное разрушение, гигантские бюджеты на оборону, ну и, соответственно, непредсказуемость и личных карьер, и времени существования конкретных государств. Спасибо, Михаил, за ваше мнение. О главных событиях недели мы говорили с советником руководителя Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш телеграм в описании.